И вот хочу немного с вами поговорить сегодня о Евангелии, именно о Евангелии спасения. Нужно ли это Евангелие для верующих на самом деле. И мы вот как-то пытаемся все время отделить грех от негреха, что такое грех. Мы знаем, что есть явные грехи, например, прелюбодеяние, воровство, порнография и так далее. Это явные грехи. А есть так называемые грехи, которые мы даже грехом-то и не считаем. А почему мы их не считаем грехом? Потому что мы знаем, что из Писания, что мы все много согрешаем, то есть много грешим. И когда я смотрю на свою жизнь, почему мне было тяжело долгое время принять Иисуса Христа как Спасителя. Потому что я смотрел на свою жизнь, и я понимал, вот 10 заповедей, которые я никогда не нарушал. Значит, я безгрешен. Значит, мне спасение не нужно. И так думают очень многие, что если мы не нарушаем какие-то явные, проговоренные Иисусом, или проговоренные в предыдущих заветах заповеди, если мы их не нарушаем, то у нас в жизни все в порядке. Мы не должны ни от чего спасаться. Мы живем, как говорится сегодня в церкви, по благодати. И все у нас хорошо. Бывает такое? Сталкивались с таким? Может быть, в своей жизни, может быть, в жизни других, может быть, слышали это от кого-то. Бывает. Да, кто-то говорит, да, кто-то говорит, нет, это нормально. Да, то есть есть люди, которые не принимают, это тоже нормально. Вы не обязаны на все, что я говорю, говорить «Амэн», потому что я говорю то, что я получил, это мое откровение. Вы можете его принимать или нет. Еще мы знаем, что есть грехи, которые, так сказать, неявные. И в любом случае, явный это грех или тайный это грех. Грех это то, что разделяет меня и Бога. Да? Вот если у вас сейчас есть в руках какой-то лист бумаги, попробуйте сложить две руки вот так вот вместе, да, и положите между ними лист бумаги. Казалось бы, что там вас разделяет? Несколько микрон, это даже не миллиметр. Несколько микрон бумаги, но это уже не клей. Это уже разделение. Понимаете, да, о чем я? И даже какой-то маленький грешок, он нас отдаляет от Бога. Не знаю, что мы не приняты Богом, что мы отвергнуты Богом, нет. Но он отдаляет нас от Бога. А таких грехов у нас может быть много. И мы даже не замечаем, что это грех. Просто реально не замечаем. Нам никто об этом не говорил. Нам никогда не заостряли на этом внимание. Об этом не написано в Библии. И об этом нужно рассуждать. А мы, к сожалению, ну так устроен мир. Мы вовлечены в суету этого мира настолько, что нам некогда вникать в себя и в учение. И вот мы иногда довольствуемся проповедью в церкви, проповедью на домашней группе. Может быть, чтением Библии в течение дня и конспектированием. Многие не конспектируют Библию, когда читают. Я очень рекомендую конспектировать. Но для того мы собираемся в собрании, чтобы изучать что-то новое, чтобы увидеть что-то новое. И, может быть, обличиться в каких-то вещах, которые мы раньше не замечали. Потому что никто не будет сейчас говорить. А, видишь, вот у тебя такой грех, значит ты виноват. Нет, мы все обладаем, окружая от того, кто говорит, мы все обладаем такими грехами. Но мы их не замечаем. Почему? Я много раз уже говорил о том, что нужно менять свой образ мышления через новые действия, через новые поступки, через новые привычки. Но, к сожалению, мы очень часто сталкиваемся с людьми, которые говорят, у меня есть привычки из прошлого, которые я тяну. Не важно, с какого возраста. В основном они тянутся из подросткового возраста. Детские привычки очень редко сохраняются. Но есть, но редко сохраняются. В основном все привычки тянутся из подросткового возраста, когда мы задавались одним-единственным вопросом. Вот весь подростковый возраст... Представьте себе, подростки есть у кого-то дети? Ну, кроме вот нас, да? Есть, да? Когда подросток растет, он задается одним-единственным вопросом. Кто я? Потому что каждый день, когда он смотрит на себя в зеркало, он себя уже не узнает. Он так быстро развивается и растет, что он себя уже не узнает. Даже родители иногда вечером попрощались с детьми, помещали успокоен. Утром просыпается, другой человек вышел из комнаты. Он за ночь вырос. У него там может меняться голод. Все, что угодно может произойти. Это процесс перемен. И вот такое подростковое состояние, оно есть и у верующих. То есть, когда мы читаем с вами послание Павла, там пишу вам дети, пишу вам отроки, пишу вам отцы, пишу вам старцы. То есть, есть отрочество в духовном нашем развитии. И вот в это отрочество мы несем привычки из прошлого. Не понимая этого, подсознательно совершенно, мы думаем, что это наш характер. Мы такие. Помните, была песня такая? «Ты ждешь, когда я приду, такой, как есть». Помните, мы с вами пели такую песню? Это правильно. Иисус, когда призвал своих учеников, он им не сказал. «Так, идемте, я вас сейчас поменяю. Я вам сейчас расскажу, как вы должны жить, и потом вы станете моими учениками». Он говорит, «Нет, оставь все эти, он сказал, и следуй за мной. Я сделаю тебя ловцами душ человеческих». Почему он это сказал? Он хотел, чтобы они поменялись? Нет. Он просто хотел, чтобы они больше не захотели жить так, как раньше. Он хотел показать что-то, что заставит этих людей жить по-другому. Именно заставит. Потому что мы не можем заставить человека что-то сделать. Мы можем заставить человека только захотеть сделать. Потому что решение его, желание должно прийти у него изнутри. Потому что тогда это будет его решение. Хотя заставили захотеть его мы. Иисус этим занимался. Он показал людям, как можно жить по-другому, чтобы они сами захотели. И экзамен у них был жесткий. Помните, когда он сказал, «Ешьте плоть мою, пейте кровь мою, и кто будет есть плоть мою и кровь мою, тот спасется». Помните? И 500 человек, по-моему, 5 тысяч, там как корова языком слезала. И он своим ученикам говорит, «А вы чего тут остались? Идите». Они сказали мне, «Иминя». Мы уже все поняли. Мы не хотим так, как раньше. Второй жесткий экзамен у них был, когда его расстали. Он сказал, «Вы все оставите меня». Они там, когда Петр-то особенно, да, он бил себя там кулаком в грудь. Говорил, «Да я, да никогда, да не бывает». Но он первый, кто сбежал. Первый. Но он первый, кто вернулся, написано. Ну, что он вернулся, написано. И горько плавал. То есть он раскаялся. Он понял, что он не хочет жить так, как раньше. Хотя его сильно тянуло опять на Галилейское море, чтобы рыбку поварить. И он так туда пошел. А так он был самый старший. И самый помазанный ученик. За ним пошли все остальные. Но когда он вернулся, все остальные вернулись. Потому что они понимали, что-то произошло. И вот в нашем отрочестве и в физическом, и в духовном наступает момент, когда что-то произошло. И мы перестаем себя искать, потому что мы себя нашли. Но, к сожалению, в большинстве случаев это проблемы не наши, не ваши, не мои. Это проблемы современного общества. И проблема этого современного общества говорит о следующем нам. Что подростки не в состоянии найти себя. Уже много лет. Уже лет 30 как не в состоянии. Просто не в состоянии. Они задают себе вопрос. Кто я? Кто я? Кто я? Не находят ответ. И начинают тогда задавать себе другой вопрос. Ну как я? И начинают искать ободрение своего поведения, своей жизни у окружающих людей. То же самое происходит в церкви. Во время духовного роста на каком-то этапе мы начинаем хотеть искать ободрение у других. Почему меня не признают? Почему меня не заметили? Я же делаю то, что мне говорят. В том-то и дело, что когда мы делаем то, что нам говорят, или когда мы не делаем то, что нам говорят, а наши духовные лидеры, они способны заметить наши таланты, способны заметить наши дары и сказать, послушай, может быть тебе в этом направлении попробовать развиваться, может быть в этом, может быть в этом. А мы хотим своего. В этот момент мы перестаем духовно расти. Мы остаемся на этапе задавания вопроса не кто я, в данном случае в Боге, а как я выгляжу в глазах людей. Синдром Сауна. Не важно, что я согрешил, ты, главное, почти меня перед людьми. И в этом мы должны покаяться, если у нас такое есть. Мы сейчас об этом подробнее поговорим. Так вот, привычки, которые мы несем с собой, в эту греховную природу, не видеть вещи, которые заметны со стороны духовных лидеров, они порождают очень нехорошее состояние. И это нехорошее состояние называется вечное отрочество. То есть, есть сегодня в церкви люди, и еще раз говорю, это не в нашей только церкви, это вообще в церкви, это еще раз говорю, это не грех. Но это проблема, будем так говорить, это состояние, которое нужно менять. Окей? Грехом будет считаться, если человек знает, что ему нужно это менять, но ничего при этом делать не хочет. Понимаете, да, о чем я говорю? Если он знает, что нужно что-то менять, хочет меняться и ищет способа, это уже благословение. Этого достаточно. Возможно, он всю жизнь будет себя менять. Возможно. Но самое главное, что он хотел меняться. Так же, как ученики Иисуса Христа. Они захотели меняться. Так вот, мы, когда не желаем взрослеть, мы уподавляемся одному нехорошему течению, которое было еще во времена Иисуса Христа, называлось оно фарисеи. Слышали, наверное, вот таких фарисеев? Слышали? Конечно. Все слышали? А то, может быть, кто-то нет. Окей. Так вот, давайте посмотрим. Встречали ли вы когда-нибудь таких людей, которые постоянно хотят кому-то угодить? Начальнику, друзьям, обществу. Он, например, женится и пытается угодить своей семье. Или выходит замуж, она пытается угодить своему мужу. Он пытается постоянно кому-то чего-то доказать. Пытается не только доказать, а пытается показаться хорошими, правильными. Встречали таких людей, да? И, казалось бы, они такие угодники, и с ними все хорошо, но со временем ты начинаешь замечать, что лучше с ними дела не иметь. Потому что они являются людьми скользкими, они являются людьми не всегда, ну, будем так говорить, порядочными, и они являются людьми, с которыми не хочется иметь дело. И ты от них постоянно удаляешься. Почему? Такое чувство, что они постоянно, вот для них весь мир театр, и они пытаются там играть каждый раз какую-то новую роль. Не свою. Знаете, в миру говорят так, что играйте свою роль, потому что все остальные роли уже заняты. Нас семь миллиардов человек. И мы сегодня будем говорить о том, что на самом деле грех, он универсален. Он универсален для всех, для всех семи миллиардов человек. И наша задача, это не искать свою особенность по отношению к другим. Я особенный по отношению к другим. Я лучше, чем он. Я умею больше, чем он. Я знаю больше, чем он. Это может быть и факт. Но это не поиск уникальности. Бог создал нас не особенными. Он создал нас уникальными, если вы понимаете разницу. Уникальность, это когда другого такого нет. Если мы смотрим даже на близнецов, они во всем похожи, но у них разные отпечатки пальцев. Если мы берем генетический анализ, у них разный генофон. При всем при том, что они абсолютно одинаковые с лица, как двое из вас. Поэтому Бог создал человека уникальным, и дары у него уникальны. И вот эту уникальность мы должны искать как в жизни, так и в Боге. И когда мы найдем уникальность, как в жизни, так и в Боге, нам не нужно будет никому угождать. Мы перейдем из состояния подростковости в состояние зрелости. Понимаете, да, что мы? Мы перестаем искать того, кто я. Мы должны получить откровение на эту тему. Фарисеи, которые вроде как бы все правильно говорят, они стремились к познанию Бога. Ничего там плохого нет. Они действительно поняли, что за 70 лет изгнания в Вавилоне, они все забыли. Действительно, Эзра стоял, написано на возвышенном месте, читал, и люди каялись и плакали. И люди поняли, что они забыли Бога, забыли законы Моисея. Они хотят вернуться к этим истокам. И вроде ничего такого плохого нет. Они пошли это изучать. Но что произошло? Смотрите, что пишет Матфей в Евангелии. Он пишет так. Это 23 глава, с 3 по 7 стих. Итак, Иисус говорит своим ученикам. Итак, все, что они верят вам соблюдать, соблюдайте. Потому что они правильные вещи говорят. Тут я недавно одного раввина слушал, ну прям заслушаешься. Прям такие правильные вещи говорят. Потому что как вот, почему все так не поступают? Раввин, молодой, кстати, ему там может 25, 26. Вот он говорит, все, что они вам верят соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям. А сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища, имеется в виду эти тфилины. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежды. Это те самые края одежды, к которым были привязаны нити цицит. Увеличивают воскрылие одежды своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах. И приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель-учитель. Смотрите, когда это было сказано. 2000 лет назад. Почему это было сказано? Потому что снаружи у них все хорошо. Но тогда, когда приходит гордыня, когда приходит самонадеянность, а это очень свойственно подростковому возрасту, люди начинают творить глупости. Они начинают, как Иисус им сказал. Вы как гробы открашенные, снаружи белые, а внутри полны гнили и костей. Почему? Он так ненавидел людей? Нет, конечно. Он просто обличал их. Он говорил, что внутри у вас все гнило. Снаружи у вас все хорошо. И это свойственно как раз подростковому возрасту. Мы судить не имеем права фарисеев, потому что они, помышления у них были искренние. Они ничего плохого сделать не хотели. Они искренне верили, что они служат Богу. Мы не имеем права их судить, но мы можем обличать в том, что говорил Иисус. Он говорил, что все, что вы говорите, правда, но все, что вы делаете, неправильно. То есть этого делать не нужно. Смотрите, как это схоже с поведением подростков. Их цель жизни получить было одобрение у людей. Сегодня большинство подростков, сегодня я говорю про последние 30 лет. Окей? Все, кто проходит подростковый возраст. И некоторые люди зависли в этом подростковом возрасте. Им уже под 50, как мне. Они до сих пор зависли в подростковом возрасте. Они все еще ищут себя во всяких там вещах. Кто в алкоголе, кто в наркотиках, кто жив остался. Кто в сигаретах, кто в, там, я не знаю, еще в чем-то. Но никогда не в постижении того, кто они на самом деле. С ними общаешься и не понимаешь, вот ты кто. Вот ты ради чего прожил вот эти 50 лет своей жизни? Ты кто? Для чего ты прожил? Не понимаешь. Но это подростково, это свойственно. И наша задача помочь им из этого состояния выйти. Так вот, чтобы вы понимали, фарисеи это не генетический подвид евреев. Это такие же евреи, как и все остальные. Они ничем не отличались ни от кого из тогда живущих в Израиле. Понимаете, да? Это те же самые люди. Вот они вышли из дома нашего соседа и пошли в какую-то ежеву учиться. И там начали постигать основы Тора. Но они поняли на каком-то этапе, что они не могут постичь основы Божьего Слова, не уйдя из этой жизни мирской, в которой они живут сегодня. И когда они ушли из этой мирской жизни, они начали изучать Слово. Но смотрите, как это свойственно подростковому возрасту. Они вдруг получили озарение. Вау! Вот оно! Прочитали там какое-то два-три стиха. Сказали, вот оно! И поняли, что они уже обладают всеми знаниями и всей мудростью. И открывают свою школу. Переобратите внимание, сколько раввинов, столько и школ. И тогда было то же самое. Одни говорили, развод это хорошо, другие говорили, развод это плохо. Даже Иисуса их заменовали, из какой он школы. Помните, когда говорили, ну, Моисей сказал, можно давать разводное. А Иисус говорит, ничего подобного, не было такого. Было две школы основные, которые разделялись. То есть, когда человек получает такое откровение, это очень свойственно этому возрасту. Когда, вау, мне это нравится, буду сегодня ездить на коне. Завтра уже не хочу ездить на коне, ноги болят. Сегодня буду ездить на велосипеде. Не, не буду ездить на велосипеде, спина болит. Пусть завтра буду в шахматы играть. Не, в шахматы играть, не буду сидеть надо долго. Ну, то есть, понимаете, да? Мы получаем какие-то вау-откровения, ни на чем не основаны, ни на наших дарах и талантах, и думаем, что это правда, что это истина. И в этом проявляется наша безликость. Мы постоянно чего-то ищем. Сегодня нам нравится одно, завтра нам нравится другое. Послезавтра мы одного проповедника слушаем, там, через неделю другого проповедника слушаем. Получается, что мы назидаемся не здесь в церкви, а из видеопроповедей, которую мы слушаем в интернете. И очень важно в этот момент спросить у человека, а где ты больше назидаешься? Здесь в церкви, где служат тебе или в интернет-проповеде. Если в интернет-проповеде, скорее всего, это не твоя церковь. Потому что мы ходим сюда для того, чтобы назидаться здесь, в слове истины. Если мы здесь не назидаемся, и для нас авторитет какой-то другой проповедник, возможно, стоит пойти к нему в церковь, возможно, он будет нас назидать. Но это нормально, чем если человек говорит, нет, я вот и того слушаю, и этого слушаю, и там 5-го, и 20-го, и 30-го, у него плейлист, посмотришь в ютюбе, а там чего только нет. От полной ереси до абсолютно здравых учений, и он сам уже запутался. Почему? Потому что нет зрелости. И вот второй этап выхода из зрелости, как раз то, чего не хватало фарисеям. У них не было духовного наставника, у них не было того, кто бы им сказал от имени Бога, вы правильно поступаете или неправильно поступаете. Потому что я напомню, что 400 лет Бог молчал. И вдруг появляется человек, который пришел в одеждах пророка Ильи, и они приходят к нему и спрашивают, что нам делать? Он говорит, крестится в покаянии, в омовении, в водным крещением, в очищении грехов. То есть они понимали, что они делают что-то не так. Но принять его духовным наставником, то есть признаться, что, ой, я действительно ошибся, наверное, мне надо делать что-то по-другому, они не могли. И это так свойственно подростковому возрасту, и в том числе духовному. Принять, что я делаю что-то не так, духовному подростку еще сложнее. Потому что он говорит, ну мы же с тобой одну Библию читаем. Он говорит, согласен, мы читаем одну Библию. Но бывают такие случаи, когда можно одну и ту же Библию, если смотреть на нее не на как целостное произведение, от бытия до откровения, а как на отдельные стихи, как поступили в некоторых отделах атерической церкви, можно доказать, что Иисус был гомосексуалист. Естественно, они по Библии это доказали. Мы же ведь одну Библию с ними читаем, я проверял. Мы с католиками читаем одну и ту же Библию, но они это доказали. Почему? Потому что у них нет духовного авторитета. Или он молчит. И они не понимают, что это духовный авторитет от Бога. И когда мы находимся вот в этой вот духовной подростковости, очень важно, чтобы у нас был духовный авторитет, который нам скажет, смотри, здесь ты поступаешь неправильно, здесь нужно делать вот так. И скажет он нам это не для того, чтобы обвинить нас, а для того, чтобы показать, как правильно. Для этого мы должны принять его как духовный авторитет. Если мы его не принимаем как духовный авторитет, что нам делать с этим? Получается, что мы грешим. Мы поступаем против Бога. Бог для нас уготовил индивидуальный, уникальный план. А мы противимся Ему и говорим, нет, я этим заниматься не буду, потому что я не хочу. Потому что мне не нравится. Мне вот нравится в шахматы играть. Окей, ты можешь играть в шахматы. Это не вопрос. Но мы всегда в этом случае, если мы не выполняем свое уникальное предназначение, призвание вернее, мы всегда будем заняты одним вопросом. Как я выгляжу в глазах других людей? Что обо мне думают другие люди? Как ко мне относятся другие люди? А не будет ли так, что они меня не примут? А не будет ли так, что они меня прогонят? А не будет ли так, что... Это очень свойственно тем людям, которые себя не нашли, которые себе цену не знают. В миру то же самое. Если человек знает, кто он есть, ему не надо никому ничего доказывать. Это истинная свобода. Истинная свобода – это отсутствие необходимости кому-то что-то доказывать. Вот Иисус никому ничего не доказывал. Он просто делал свое дело, потому что он знал, кто он. И он показывал своим примерам ученикам, кто он и кто они. И когда они это поняли, к сожалению, поздно, уже будучи зрелыми апостолами, когда они входили в храм, там сидел один человек по обычаю и ждал, когда ему подадут милостынь. И обратился... Кто там был? Петр и Павел, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, шли? Нет. И Павел, и... Или Петр и Иоанн шли. Я не по-петру. Петр и Иоанн, по-моему, да? Они проходили в храм, он им говорит, помогите. Они говорят, он от них-то ждал по обыкновению золото и серебра, чтобы они... А они говорят, золото и серебра не имеем, но что имеем, даем тебе. И сказали, во имя Господа Иисуса Христа, встань и иди. Когда они это поняли? Они ведь это поняли, никогда не были посланы Христом больных, исцелять, прокаженных. Тогда они говорили, вау, от твоего имя небесы разбегаются. Да? А он говорит, да не это главное в вашей жизни. В вашей жизни главное, что вы посажены одесной Бога на небесах, что ваше имя записано там. А что это значит? Это значит, что у нас та же власть, что у него. Вот когда они это поняли, они сказали, во имя Иисуса Христа, встань и иди. И им не надо было больше ничего доказывать. Он вошел с ними в храм и славил Бога. Потому что он понимал, что есть кто-то или что-то, который действует через этих людей. И эти люди точно знают, что они являются проводниками этой власти. Сегодня мы с вами являемся проводниками этой власти. И затянувшаяся подростковость во многих случаях, она именно потому и проявляется, что мы не применяем власть, данную нам Бог. Можно с горы сдвигать на самом деле, я не пробовал. Может быть у меня веры мало. Но можно. И такие случаи есть. Можно больных исцелять. Можно прокаженных очищать. Можно делать все властью, данной нам Иисусом Христом. Но почему мы этого не делаем? Можно бесов изгонять властью, данной нам Иисусом Христом. Почему мы этого не делаем? Потому что мы боимся применить власть. Потому что мы боимся, как мы будем выглядеть, а если не получится. А если вдруг он не воскресник? А если бесы не выйдут? А если выйдут и еще нам наваляют? Будет нехорошо. Как люди на нас посмотрят. И вот в этот момент мы становимся людьми с двоящимися мыслами. Мы имеем откровение о власти и могуществе имени Иисуса Христа. И при этом делаем вещи, которые никак не коррелируют с именем Иисуса Христа и с властью данной нам. Мы боимся. А такой человек написано не тверд во всех путях своих. И человек сомневающийся, подумает волне морской, которая ветром поднимаемая. И развеиваемая. Мы не должны быть таким. Мы должны быть зрелыми. Но это процесс. И смотрите, что сказал Иисус Никодиму. Никодим, это очень важный момент. Никодим был фарисеем, помните. Смотрите, тут очень много важных моментов в этом отрывке. Это Иоанна 3 глава с 1 по 12. Заканчивается эта история, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего и динародного. Чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Это 3 глава, 16 стих. Но я не буду читать до 16 стиха, а прочитать до 12. Итак. Между фарисеями был некто именем Никодим. Один из начальников иудейских. То есть, он был не просто фарисей, который ходил в Ешиву и изучал Слово Божие. Он был один из начальников. Что это значит? Он был духовным лидером. То есть, за ним шли люди. Это не просто так, человек, который носимый, знаете, туда-сюда. А пойду-ка, я сегодня Иисуса послушаю, а завтра пойду, там Мойша послушаю, а послезавтра пойду, там Иосиф послушаю. Нет. Он был одним из духовных лидеров. Тогдашнего поколения. И написано. Он пришел к Иисусу ночью. Почему пришел к Нему ночью? Почему не днем? Никто не видел. Почему, чтобы никто не видел? Чего он боялся? Он боялся, что о нем скажут другие. Он боялся потерять свой пост. Он боялся потерять свой авторитет. Он пришел тогда, когда никто из Его людей Его не видит. Но Он пришел. Это самое важное. Самое важное здесь не ночью, а то, что Он пришел. Несмотря ни на что. И вот Он говорит. Рави, то есть учитель. Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Это уже хорошо. Фарисеи не признавали, что Он учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ними Бог. Это очень важное понимание для фарисея на тот момент. Потому что они тогда отрицали и пророчество, они отрицали все, что только можно было. Почему? Потому что у них не было откровения о силе Божьей, которая является через людей. Поэтому и Иоанна Крестителя они приняли. Потому что они не понимали, как человек, вот так вот выглядишь, никак они в красивых одеждах, с большими тфелинами, может вообще прийти, что-то от Бога говорить. Они не понимали этого. Не потому что они плохие, а потому что подростки. Не понимали. Дальше говорит, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Никодим говорит ему, «Как человек родится, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивнайся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как же это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты, учитель Израилев, и этого не знаешь, то есть ему было непонятно. Иисус ведь проповедовал ту же самую Тору и тех же самых пророков, которые они изучали. Он говорит, ему было непонятно, почему человек, который является духовным лидером евреев, не понимает таких простых вещей. Ведь об этом написано у пророков. И он говорит, «Ты, учитель Израиля, не знаешь, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если я буду говорить вам о небесном?» Так, Никодим, получается, он был фарисеем, но он понимал и видел в Иисусе того, чего не видели другие люди. В СММ? Он видел в Иисусе то, чего не видели другие люди. Потому что он говорил, написано, как власть имеющий. И он хотел понимать, откуда эта власть, которая есть у Иисуса. Он хотел понять, откуда эта власть, и пришел его спрашивать и начал задавать вопросы. Другие не видели в Иисусе никакой власти. Говорили даже, что в нем бес. Помните? Остальные фарисеи, они же отрицали, что сказано Иисусом. Они не видели в нем никакого власти. Они видели себе конкурента. То есть еще один учитель пришел. И за ним еще люди ходят. Это не может быть. Это конкуренция. Потому что о нем говорят лучше, чем о них. Потому что он чудеса творит, а они нет. У них страх был, что подумают люди. И смотрите, что дальше он говорит. Иисус говорит Никодиму, что мы должны быть рождены от Духа. Но смотрите, что говорит Иисус потом фарисеям. Очень важный момент. Это там же Иоанн, 8 глава, 37 по 47 стих. «Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что увидели у отца вашего». Смотрите внимательно. Люди, которые присутствовали тогда в округе, они понимали, что они служат Богу, что они дети сыны Авраамовы. Но Иисус говорит, что они делают дела отца их. Какого отца их? Если мы говорим, что он сын Божий, то он говорит, что не нашего отца вы делаете дела, а вашего отца. Что он имеет в виду? И вот он дальше расшифровывает. Сказали ему в ответ, отец наш есть Авраам. Ну то есть дети Авраама. Иисус сказал им, если бы вы были детьми Авраама, то делали Авраамовы дела. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, который слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. Опять он повторяет. Иногда сказали ему, мы не от прелюбодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал, если бы Бог был отец ваш, вы бы любили меня, потому что я от Бога не шел. И пришел, ибо я не сам от себя пришел, но от пославшего меня. Почему вы не принимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово отца моего. Ваш отец дьявол. Страшное обвинение. Ваш отец дьявол, он говорит. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Страшное обвинение. До этого он говорит, что человек, для того чтобы прийти к Богу, должен быть рожден свыше от духа. От духа и от воды. А тут он говорит, ваш отец дьявол. Что он имеет в виду? Это страшное обвинение на самом деле. И на этом построена целая философия гонения на евреев. Что евреи это дети дьявола. Почему Иисус называет их детьми дьявола? Все дело в том, что дом отца по тем временам, ну и сегодня тоже. Дом отца это тот дом, чьи устои и правила мы принимаем. Иисус пришел проповедовать правила дома отца небесного. И он об этом рассказал в Нагорной группе. И он просто перечислил. Вот Матфея с 5 и по 7 главу там перечислили правила, как должен вести себя гражданин дома небесного отца. Читали? Очень рекомендую. Интересная книжка. А этим, он говорит, ваш отец дьявол. То есть, они предпочли жить по устоям дома владельца, ну хозяина этого мира, но при этом называть себя детьми божьими. То есть, он обвиняет их во лжи. И поэтому он изначально, помните, он говорил, что они говорят, делайте, а вот то, что они делают, не делайте. Потому что это исполнение написано в похоти отца их, отца дьявола. И дальше написано, что, ну пропустим некоторые моменты, но процесс вот этот вот. Если бы они покаялись в этот момент, да, и они поняли, что они делают что-то не то, да, то миссия Иисуса Христа была бы совершена. Они бы сказали, окей, мы принимаем царство, Евангелие царства, покаялись бы и жили по законам Божьим. То есть, то, что говорил Иисус в Нагорной группе. Но они этого не сделали. Как и большинство подростков, они этого не принимают, они отвергают. Духовные подростки делают то же самое. Они отвергают здравое учение. Почему? Потому что оно не соответствует их ожиданиям. Они надеялись получить в церкви или от Бога одно, а когда начинают изучать и вникать в Писание, получается, что совсем другое. Правила-то не, оказывается, не мои. Правила-то здесь хозяйские. Хозяин у нас кто? Либо тот хозяин мира, в котором мы живем, либо Отец Небесный. Павел в своем послании к филиппийцам говорит, будьте достойны вашего гражданства. Это в таком вольном переводе. Достойны вашего гражданства. Поступайте соответственно вашему гражданству. Если наше гражданство небесное, то, будучи духовными подростками, мы должны понимать, окей, я что-то не то делаю, надо меняться. Потому что если я буду нарушать законы... Помните ту историю с псевдоизнасилованием, когда подростки поехали куда-то там в Германию, в Грецию, в Турцию, я же не помню, и их обвинили в изнасиловании? Иностранные туристы. Почему вдруг такой большой резонанс у этого дела? Если бы это сделали граждане в любой другой стране, и мы не будем называть национальностей, любой другой страны, то, скорее всего, это прошло бы... Но это сделали евреи. Это сделали евреи. На евреях, так же, как и на нас верующих, а мы все духовные евреи, все глаза мира. Все, что мы сделаем, будут рассматривать под десятикратным увеличением. И мы должны жить достойно. Обратите внимание, что это единственный случай, когда изнасиловали где-то иностранную туристку, нет. Но там были евреи. Избранный народ. И сразу из этого сделали скандал. Как вы думаете, это единственная иностранная гражданка, которая сидит в российской тюрьме, на Ома, это как ее зовут, фамилия, не помню. Вот сейчас скандал по этому поводу. Она единственная иностранная гражданка, сидящая в тюрьме? Нет. Она еврейка. Это очень важный момент. Потому что она повела себя недостойно, потерпела наказание. Но резонанс, потому что она еврейка, когда мы, будучи людьми в Боге, делаем вещи, которые недостойны Бога, мы получаем по башке. От этого мира. Не потому что мир хочет нас наказать наоборот, он хочет стать резонансом. Вот смотрите, даже эти божьи люди ведут себя вот так непотребно. И это очень на самом деле страшно. Это очень свойственно подростковому возрасту. Когда люди ведут себя действительно непотребно и думают, что это правильно. А потом получают по мозгам, но не понимают, почему это произошло. То же самое и в духовной зрелости. Когда мы не принимаем обличение и не принимаем предупреждение, нам говорят, не ходи туда. Помните, как это в фильме, да, гражданина? Туда не ходи, сюда ходи. Снег в башка попадет, совсем мертвый будет. А мы говорим, а, пойду, по благодати. И по благодати получаем по башке. Здесь же, внутри, но это наказание от Бога, потому что Бог говорит, кого люблю, того наказываю. И бьет, говорит, всякого сына. А ни родного не бьет. Так вот, в нашем духовном росте должно быть такое понимание, что если нас предупреждают, нас наставляют, а потом наказывают, это нормально. Ненормально, когда мы этому сопротивляемся. Очень часто бывает, что мы сопротивляемся. Уходим из церкви, обижаемся. Некоторые, вот я знаю, одна сестра есть, ушла из церкви, вообще никуда не ходит. Говорит, все, разочаровалась в Боге, не хочу никуда ходить. Сколько там, 20 лет ходила в церковь и вдруг разочаровалась? Да нет, конечно, не в Боге она разочаровалась. Ее ожидания не оправдались. Она вот 20 лет терпеливо ждала, видимо, зацепилась за стих, типа, претерпевший до конца спасется. А вы не оправдались ее ожидания? Не захотела духовно расти? Может быть, такой вариант? Может быть, такой вариант. Может быть, есть другая причина, но настолько это часто повторяется, что это уже статистика. Это именно из-за того, что человек не хочет духовно расти. Он остался на уровне подростка внутри тела Христова. И мы не продвинемся дальше никуда, если мы будем оставаться на уровне духовных подростков. И вот для того, чтобы понять, и мы сейчас уже будем заканчивать, как мы должны поступать в таком случае, нам необходимо осознать очень важную вещь. есть тот, кто создал эту церковь. Зовут его Иисус Христос. И этот «да» и «аминь» и другой церкви быть не может. Все со мной согласны? Да. Это церковь Иисуса Христа. Это не моя церковь. Это не ваша церковь. Это церковь Иисуса Христа. В этой церкви есть правило, которое установил кто? Иисус, потому что Он есть глава церкви. Это Его правило. В этой церкви Он поставил пастыря. Кто такие пастыря? Это что? Наместник Бога на земле? Или это может быть главный цербер Бога? Нет. Это человек, который получает откровение, куда идти следующие 50 метров. И Он обязан выполнить свою задачу, чтобы все овцы, которых Ему Бог доверил, шли именно в этом направлении следующие 50 метров. А дальше будет новое откровение. На следующие 50 метров. Но почему Бог говорит, я, говорит, отделю овец от козлов? Овцы, написано, слышат голос пастыря своего. В отличие от козлов, козлы упрямые. Они никогда не слушают, у них нет лидера. Они за вожаками не ходят. Поэтому их нужно отделить. Это два разных животных. И вот на этом примере, почему Он говорит, отделю овец от козлов? Почему Он говорит, я не отделю послушных от непослушных? Это было бы слишком, знаете, каждый человек говорит, я послушный. Да? Нет. Он говорит, я отделю овец от козлов, потому что овцы у них одна природа, козлы у них другая природа. Он на примере этом говорит. Есть люди, которые не хотят меняться, у них характер. Вы слышали много раз такие вещи, наверное? У меня характер такой. Характер можно поменять. Можно поменять, если захотеть. Но козлы не хотят менять свой характер. Они вот козлами родились, козлами не умру. Поэтому мы должны понимать, что Иисус, Он дает нам, пасторам церкви, вам, лидерам служений, Он дает право направлять стадо туда, куда нужно. Что делает пастор, если у него пастор, имеется в виду пастух, у которого овца в сторону пошла? Что он делает? Как он его возвращает? Он сначала ей кричит. «Эй, ты что, овца? И сюда!» Она там «Бле-эй!» И дальше пошла. Он говорит «Эй, сюда иди!» Она не идет. Тогда у нее палочка так тек, и она быстренько вернулась там, где все. А что делать? По-другому не получается. Надо палочкой тюкнуть иногда. У него для этого посох есть. Он не только на то, чтобы от волков отбиваться, но и по овечке тюкнуть, если надо. А вот эта вот тюка нам не нравится. Нам не нравится, когда тюкают палочкой. Потому что мы же сами с усами. Мы же сами крутые-то. Мы все же знаем, мы Писание читаем. Он Библию 10 раз прочитал уже от начала до конца. Засыпал каждый раз, но прочитал. Помню, здесь начал, здесь закончил. Что читал, не помню. На собрание я хожу. Все хожу, молюсь, пощусь. А когда тюкают, не люблю. Но это задача пастора. И она не всегда приятная. Но она такая профессия. И с меня же потом спросят за каждого. То есть я дам сам за себя и еще за каждого, кого доверен. Поэтому, конечно же, я стремлюсь, чтобы все ста дошло вместе. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что я человек. Я имею право заблуждаться. Для этого мне, как человеку, нужен мой пастор. К которому я буду обращаться. И который мне будет говорить. Эй, ты что, овца? Иди сюда. Я из его пастор. И когда я принимаю это. И говорю, что да, у меня должен быть такой человек. Тогда у меня, ну не все в шоколаде. Но по крайней мере, все ровнее. Но если я этого не принимаю, я начинаю. То туда, то сюда, то опять туда, то сюда. Вроде как цель ясна. А направление непонятное. Понимаете о чем? И для этого нам нужно понять, что каждому из вас, из нас, мне, вам, нужно иметь личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Об этом говорит не только Новый Завет. Об этом говорит и Ветхий Завет. Я хочу обратить вас к Исаии, 9 глава, 6 стих. Там написано, ибо владенец родился нам. Мы все знаем эти слова. Сын дан нам. Владычество на раменах его. И нарекут ему имя. Чудный советник. На иврите Пелеюец. Бог крепкий. На иврите Эльгибор. Отец вечности. На иврите Авиад. Князь мира. Саршалом. То есть, обратите внимание, в этих четырех именах, которые, не именах, будем так говорить, а должностях, которые Бог выделил своему Сыну Единородному, есть все, что нам нужно. У нас есть чудный советник. Вы со мной? Чудный советник. У нас есть Бог крепкий, значит, на него можно положиться. У нас есть Отец Вечности, то есть, если мы с Ним, то мы никогда не умрем, написано, будем жить во веки. И если Он Саршалом, то есть, Он вот этой вот целостности всей владелец единоличным, то мы в Нем целостны. Больше нам ничего и не надо, собственно говоря. Нам нужен Иисус каждому из нас. Но чтобы постоянно держать его в фокусе, нам нужен тот, кто нас будет подгонять следующие 50 метров. Вот и все. И в этом как раз и причина подростковости иногда бывает, что люди замыкаются на том, кто погоняет, а не на том, кто управляет. Помните, описание говорит, что Бог придет и спросит с кого? С пастырей. Придет пастыр-начальник и спросит с пастырей. Не совет, а с пастырей. Иеремии написано. Вот наступит день, говорит Господь, до 23 главы, 5-6 стих. «И восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудрый, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его – Господь оправдание наше». На еврейте Адонай Циткейну. Господь оправдание наше. Не наши действия, не наши взаимоотношения с лидерами, а Господь оправдание наше. Когда мы имеем Бога у себя в голове и в сердце, тогда мы живем, приходим путями Божьими. Так вот, чтобы стать духовно зрелым человеком, нам необходимо поверить тому, кто мудрее нас. Потому что тот, в свою очередь, верит тому, кто мудрее его. Нам нужно стремиться к мудрости, не человеческой, а к мудрости Божьей. И люди без духовного наставничества обречены на вечную подростковость. На вечную подростковость. Это трагедия, на самом деле. Это трагедия. Иисус говорит, Павел говорит таких людях во втором послании к Тимофею, это, по-моему, 3 глава, 7 стих, «вечно учащиеся, но никогда не могущие познать истину». Не могущие, а кто такое истина? Истина у нас есть Иисус, жизнь у нас есть Иисус, и путь у нас есть Иисус. Если мы познаем Иисуса Христа, то мы всегда будем на правильных путях иметь вечную жизнь, потому что истина сделает нас свободными. Мы должны постигать истину. И мы должны поступать как спасенные граждане небесного царства. Спасенные. То есть не спасенные от греха, а спасенные для миссии. И тогда у нас вот эта вот суета и заботы всей этого мира, они поменяются на наполнение Духом Святым. Когда мы будем ходить на полную Духом Святым, мы будем поступать по Духу. И мы тогда перестанем быть подростками, потому что нам уже не надо будет доказывать. Потому что Дух точно знает, кто мы, Он нам покажет, наставит и укрепит во всем, что мы будем делать. И вот тогда, я возвращаюсь к словам, с которых я начал, наши дела будут являться не основой нашего спасения, а демонстрацией нашего спасения. Вот тогда мы перестанем быть подростками. Я желаю, чтобы мы все проанализировали, об этом я хочу молиться. Если у нас осталась еще эта подростковость, когда мы не принимаем, не понимаем, нас коробят слова пастора, коробят слова проповедника какого-то, может быть, коробят слова Библии, говорят, как это, не может быть, что же за Бог такой. Может быть, нам надо обратиться к тому, кто мы греем, к наставнику. Может быть, нам нужно глубже понять Иисуса Христа, может быть, нам нужно войти глубже в отношения. Но я уже начал с того и закончил, что между нами есть этот маленький грех, который называется «я не принимаю», Он разделяет нас, и мы до конца не познаем истины. Нужно сказать «я принимаю», «я хочу меняться», «я не хочу жить так, как раньше». И об этом будем молиться. Аминь.